И добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Боумастер. И сегодня мы будем играть в составе подписчиков. Уже достаточно накопилок от вас разных героев, чтобы мы могли создать это видео. Итак, друзья, последним написал и оставил свой состав. Это подписчик с ником Адик. Он попросил, чтобы я сыграл за темного мага. Итак, вот этот забавный, прикольный персонаж. Давайте-ка мы его потестим. Вот, друзья, я выписал все ваши просьбы относительно того, с кем играть. И сегодня вы увидите темного мага и других героев. Итак, друзья, оружие у темного мага, вот такой вот пылающий череп, будет сражаться против какого-то мужичка с монтировкой. Ну и я надеюсь, что этот череп нанесет неплохие повреждения. Итак, вот так взрывается. Сделал слабенький угол атаки, и я, к сожалению, промахнулся. Тем не менее, мы можем поднять угол атаки, и я уверен, что сейчас мы плохо, неплохо попадем. И вот раним этого. Кто это? Я не знаю, что это за герой, но нам удалось его задеть. Причем, череп, хотя я попал в ногу, как видите, снял большую половину здоровья, что, конечно же, здорово радует. Итак, мужичок бросил свой ломик. Вот чудом не задел нашего мага. И если ничего не изменится, сейчас я попробую его добить. Итак, 25 градусов угол атаки, прямое попадание в голову, и это победа. Враг уничтожен. Хотя, давайте-ка я немножко понижу угол атаки, возьму не 25, а 24 градуса, чтобы точно поразить, и чтобы это было стопроцентное попадание. Да, итак, враг уничтожен. Вот не знаю, что это было, при помощи магии его просто какой-то туман разбирает на косточки. Ну что ж, вот такой вот прикольный и забавный персонаж. А мы идем с вами и берем следующие команды от наших подписчиков. Вернее, герои. Итак, Верера Ильясова попросила, чтобы я сыграл мальчика Майнкрафта. Без проблем, Вера, иду навстречу. Давай-ка мы найдем этого героя. Итак, мальчик Майнкрафт, у которого оружие это алмазный кирка. Вот он. Вот этот забавный персонаж. Что ж, давайте-ка мы его тоже потестим в битве. Итак, мальчик Майнкрафт будет сражаться против Патимастера. Вот, ну что ж, посмотрим, кто будет круче. Итак, у нашего героя оружие это алмазный кирка. По-моему, у Патимастера это медальон. Итак, практически по прямой, поэтому я особо не буду поднимать угол атаки. Но путь будет в 14 градусов и летит алмазный кирка. И это оказалось маленький угол атаки. Патимастер, в свою очередь, метает цепь и тоже промахивается. Что ж, надо поднимать угол атаки. И я ее подниму где-то до 20 градусов. Мне кажется, так будет достаточно. Итак, сила 100%, летит алмазный кирка и прямое попадание в голову. Я просто в шоке. Смотрите, как круто попало. Сразу сняло большую часть жизни. Патимастер метает в свою цепь и зацепил начавшего мальчика Майнкрафта. Итак, изменился угол атаки. Его отбросило назад, поэтому я не уверен, хватит ли мне 20 градусов. Но давайте-ка я пока не буду менять. Пусть будут те же 20 градусов и посмотрим, удастся ли мне попасть. Друзья, и мало. Мало оказалось этого угла атаки. Вы видите, вот не долетела кирка. Что ж, ничего страшного. Я сейчас подниму угол атаки на 2 градуса. Надеюсь, этого будет достаточно. Так, 22. Даже давайте-ка я возьму 23. Летит алмазная кирка и поражает. Правда, удар получился какой-то слабенький. Не добили мы патимастера. Но, тем не менее, мы уже знаем угол атаки. И надеюсь, что сейчас мы с ним справимся. Итак. Ага, друзья. Кстати, у алмазной кирки есть какой-то особый эффект. Давайте-ка я попробую ее нажать. Вот, друзья, я не понял, в чем эффект. Вот, я нажал на нее, когда она летела. Вот, мне кажется, я напрасно это сделал. Чтобы я на нее не нажимал, она бы точно попала в этого патимастера. А так урон не прошел. Вот, 23 градуса. Сила 100%. Ага, вот, друзья, вы видите, когда кирка падает, когда я нажимаю, кликаю вот на экран, она немножко взлетает вверх. Что ж, сейчас я попробую метнуть и ничего не менять. Итак, 24 градуса. Сила 100%. Алмазная кирка летит. Да, ну и вот так добивает вот патимастера. Ох, ничего себе. Мы забрасываем его динамитом, взрыв, и от него остаются только косточки. Что ж, это было прикольно, забавно, интересно, и мы идем с вами дальше. Да, друзья, накопилось достаточно ваших команд, поэтому, скорее всего, мы не сможем в сегодняшнем видео использовать все команды, все герои. Тем не менее, пишите, кого вы хотите увидеть в следующем видео, я с удовольствием возьму. Ну, а сейчас у нас состав от Алмаз Гулямшин. Алмаз Гулямшин попросила, чтобы я взял обезьяну, которая бросает стульчик. Итак, Алмаз, ты ошиблась. Это не обезьяна. Я понял, какого героя она имела в виду. Это, вообще-то, Реслер. Вот, он метает, да, стульчик, которым сражается. Где-то здесь он есть, сейчас я его найду. Где же, где же этот, где же этот герой? Вот, вот он, вот он. Ну, немножко, ну, я бы не сказал, что он особо похож на обезьяну. Вот, это Реслер, просто у него такая вот какая-то вот маска, ну, и необычный костюмчик. Вот, маска у нас метает бочку. Вот, я ее позже покажу. Кстати, один из подписчиков тоже попросил относительно обезьяны, но она метает бочку. Что ж, выполняя просьбу подписчика, вернее, подписчицы, вот, оружием вот у этого Реслера действительно является стульчик, но это не обезьяна, это человек. Что ж, попробуем метнуть этот стул и попробуем зацепить одноклассников. Вот, 15 градусов есть, удалось поразить, кстати, одноклассники метает спиннер. Так, вот, кстати, он может вращаться и нанести довольно-таки серьезные повреждения, и одноклассник промахивается. Ну, а я поднимаю угол атаки, давайте-ка подниму до 18 градусов, чтобы поразить голову. Вот, метаем стул, и да, вот, практически, вот, обнулили жизнь одноклассница, буквально в красной зоне. Он метает, ох, я в шоке, и смотрите, что он делает. Он, вот, метнул спиннер, вот, сделал спецэффект, который, вот, всосал и снял часть здоровья с нашего героя. И я просто в шоке. И с нашего рестлера остался только след. Но, тем не менее, нам удалось метнуть стульчик, добить врага, и это победа. Тем не менее, нам дают, вот, финальный удар бруталити. Вот, и я надеюсь, что мы с вами сейчас поразим и добьем этого противника. Вот, думаю, 19 градусов будет достаточно, сила 100%. Да, прямое попадание в голову. И что же произойдет? Вот, ага, вот, наш герой сверху напрыгивает, просто дает, правда. И вы видите, что случилось с нашим героем, с него остался только 11 лет. Тем не менее, победа, и это был классный, прикольный и забавный бой. А дальше мы играем, друзья, командой от подписчика, вернее, героем от Алена Лупа. Алена попросила, чтобы я сыграл за девятихвостого лиса. Итак, друзья, напоминаю, мне удалось прокачать девушку аниме до девятихвостого лиса, и появился довольно-таки крутой и забавный персонаж. Давайте-ка я ее найду. Вот, где же наша девушка аниме? Она же девятихвостый лис. Вот, что-то я ее пропустил. Наверное, я, друзья, ее пропустил. Секундочку. Где-то здесь она должна быть в этом районе. Насколько... А, вот она. Вот она. Вот она, Китсуне. Вот как зовут эту героиню. Вот, она была совершенно другая, но после последнего обновления и апгрейда нам удалось улучшить этого героя до забавного персонажа. Итак, наш девятихвостый лис будет играть против футболиста. Кстати, она метает кунаи, которые могут разделяться. Итак, сейчас попробуем. Так, 12 градусов, 100%. И я разделил кунаи, которые метнуло наш девятихвостый лис. Удалось неплохо снять здоровье. В свою очередь, футболист из рогатки метает взрывчатку. Ну, а я все-таки попробую при помощи нашего девятихвостого лиса добить этого противника. Итак, 14 градусов. Вот, удалось, удалось мне разделить кинжалы, причем смотрите, сколько нанес повреждения. Ну, вот и сейчас, если ничего не изменится. Ох, я в шоке. Итак, противнику удалось зацепить нашу девочку, нашего девятихвостого лиса. Удалось ему снять часть здоровья, но я все же думаю, сейчас мы должны победить. Итак, давайте-ка я, наверное, возьму 20 градусов, сила 100%. Разделяя кинжалы и добивая противника. Что ж, это победа. И сейчас вы увидите бруталити. Вот, супер удар нашей героини. Так, летит клинок, разделяю, добивая противника. Вот, удалось забросать его кунае. И так, при помощи какой-то магии поднимаем воздух и разрываем на части. Это бруталити. Ну что ж, крутой, классный боец. И мы идем с вами дальше. Итак, следующий герой это у нас Виктор Циринов. Вот, Виктор Циринов попросил, чтобы я сыграл за обезьяну с бочкой. Ну, сейчас вы увидите этого героя. Вот, нам нужна обезьяна с бочкой. Сейчас мы сыграем за этого персонажа. Вот, где-то он в конце списка, насколько я помню. Кстати, очень прикольный, забавный герой. Итак, где же, где же, где же он? Вот. Вот это у нас обезьяна с бочкой. Вот, давайте-ка сыграем за этого персонажа. Итак, обезьяна будет сражаться против Рэмбо. У Рэмбо оружие топорик, насколько я помню, а вот у обезьяны бочка. Просто бочка и все. Ну что ж, тем не менее, вот беру угол, ну давайте-ка возьму 17 градусов, сила 100%, летит бочка и это оказывается слишком высоко. А вот Рэмбо метает топор и что же, он летит и промахивается. Ну что ж, я надеюсь, что наша обезьянка сейчас не ошибется. Итак, 15 градусов, опускаю угол атаки, летит бочка и опять же оказалось мало. Вот, на 1 градус нужно уменьшить и я в шоке. Рэмбо метнул топорик, вот снял довольно-таки приличный кусок жизни нашей обезьянки. Если дальше так пойдет, друзья, я погибну. Вот, еще опускаю ниже угол атаки, 13 градусов и бочка наконец-то поражает Рэмбо, снимая часть его жизни. Итак, Рэмбо метает топор и да, он промахивается. Ну а я надеюсь, что наша обезьянка не промахнется. Итак, 13 градусов, сила 100%, бочка летит и добивает Рэмбо. Ну, по крайней мере, я надеюсь, да. Противник выбит, нам нужно нанести бруталики. Вот, добивающий фатальный удар. Вот, немножко подниму на 14 градусов, сила 100%. Да, и Рэмбо просто разрывает попадание бочкой. Что ж, это было круто, здорово, и обезьянка празднует победу. Просто-просто супер. Отлично. Итак, друзья, с вами идем дальше. И Дима Царев попросил, чтобы я сыграл за Тора и Бомжа. Ну что ж, без проблем. Вот, двоих персонажей попросил герой, подписчик, чтобы я сыграл. Но я думаю, ничего страшного. Герои прикольные, герои классные. Вот поэтому я не думаю, что у нас будут проблемы. Кстати, я уже прокачал большинство героев. В принципе, уже все прокачаны, которых была возможность. Ждем нового обновления, чтобы опять же их прокачать. И да, смотрите, до какого крутого Тора мы прокачали нашего персонажа. Ну что ж, потестим. И Тора в битвах будет сражаться против улучшенной акулы. Вот, и посмотрим, кто же, кажется, крутит Тор с магическим молотом, либо акула. Кстати, молот может нанесить урон электричеством. Но сейчас я попробую это сделать. Итак, до акулы сколько? 35 метров. Ну, надеюсь, этого хватит. Вот, хотя, в принципе, можем поднять до 10 градусов, если что, опустить молот. Да, вот так. Смотрите, молот летел высоко, но, увидев акулу, я его призвал к низу. И прошел урон электричеством. Ох, ничего себе, и акула, метнув свой трезупец, зацепила нашего Тора. Что неприятно. Ничего страшного, попытаемся сейчас уничтожить противника. Итак, где же молот Тора? Его волшебное оружие. 10 градусов, сила 100%. Ай-яй-яй, друзья, как неудачно. Холмик, мне удалось зацепить холм. И он снял, вот, часть, вернее, не то, что снял часть жизни. Вот, молот просто перелетел. Давайте-ка немножко подниму угол атаки. Вот так, 12 градусов. Вот, да, да, да. Вот, мне удалось поджарить электричеством акулу. Она выживает и, в свою очередь, продолжает мистать трезупец. И, вот, попадает нашего Тора. Герой отбрасывает назад, причем отбрасывает в какую-то яму. Ох, как неудачно. Очень неудачный, вот, прошел урон. Но, все же, я надеюсь, что мне удастся поразить акулу. Да, 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 друзья. Итак, прошел урон электричеством. Вот, надеюсь, что сейчас мне удастся метнуть молот Тора и нанести смертельный удар. 24 градуса летит молот. Да, есть. И нам удается при помощи электричества поджарить вот акулу и уничтожить, разорвав ее на части. Что ж, это было круто, это было здорово и это бруталики. Тор победитель, Тор лучше всех, без вопросов. Ну что ж, здорово. Итак, друзья, играем с вами дальше. И давайте-ка я возьму вот следующего героя, которого попросил Демоцарел. Это бомж. Вот, итак, давайте-ка поищем бомжа. Вот, кстати, бомж у меня тоже улучшен. Он уже довольно-таки высокого уровня. А, не в эту сторону. Вот где-то здесь. Да, вот он. Вот, мы уже прокачали бомжа до крутого бомжа. Из обычного он перешел в элитного. Ну и сейчас вы его, опять же, увидите в сражении. И бомж будет сражаться против рыцаря. У бомжа оружие мусорный бак, а вот у рыцаря это меч. Причем двуручник. Итак, 16 градусов, думаю, будет достаточно. Сила 100% летит в бак. И оказывается, этого недостаточно. Тем не менее, медуза, которая вылетела из мусорного бака, поджарила рыцаря. Вот, он свою меч, в очередь метает меч, но промахивается. Что ж, ничего страшного. Сейчас мы попытаемся вот его добить. Поднял угол атаки. И да, вот спиннер летит. Вот еще какой-то енот вырвался. Но, опять же, урон прошел как-то слабовато. Рыцарь, в свою очередь, метает меч. И он застревает в голове бомжа. Ну что ж, досталось нашему герою. Тем не менее, я поднимаю угол атаки. И надеюсь, что этого хватит, чтобы все-таки добить рыцаря. Отлично. Итак, да, 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 да. Удалось поразить, но урон какой-то оказался слабенький. Урон оказался слабенький. Рыцарь метает меча. И вот рукоячью своего клинка ранит бомжа. Итак, бой немножко затянулся. Но я все же надеюсь, что мы сейчас все-таки добьем рыцаря. Итак, да. Вот куча-куча всевозможного урожения падает. Поджаривает рыцаря, но он выживает и опять же метает свой клинок. Вот что-то затянулся у нас. Бой, причем, причем затянулся очень прикольно. Что ж, продолжаем метать мусорный бак. Я еще поднимаю угол атаки. Слишком большушое расстояние. Тем не менее, да. Вот нам удается поразить рыцаря. И это победа. Да, друзья, это победа. Вот, хотя как-то бой затянулся. Но думаю, ничего страшного. Итак, метаем. Вот, последний раз мусорный бак. И сейчас, я надеюсь, все уже добьем рыцаря. Да. Вот, кстати, что это было. Вот я в шоке. Вы видели. Ленет его поднял в воздух. Разорвал. И что это было, друзья? Кстати, не получилось почему-то бруталити. Должно было быть бруталити. Наш бомж должен быть раздавить вражеского персонажа при помощи мусорного бака. Почему-то это не произошло. Давайте-ка, друзья, я переиграю. Вот, все-таки, за бомжа. Вот, прикольный, интересный момент. Очень мне нравится. Вот, хочу все-таки его показать. Вот. Итак, бомж против Рэмбо. Опять же, очень круто звучит и выглядит. Ну, и надеюсь, что сейчас мы победим. Да, друзья, не хочу удлинять видео, поэтому, наверное, это будет уже сегодня финальный бой. Итак, 20 градусов угол атаки, сила 100%. Ай-яй-яй, мало. Мало-мало-мало. Вот, где там, где там Рэмбо? Ничего себе. И даже, вот, даже не долетев до него, вот, мусорный бак, электрическая медуза из него поразила Рэмбо. Это было прикольно. Вот, он метает свой топор, промахивается. Ну, а я надеюсь, что наш бомж больше не промахнется. Итак, 25 градусов угол атаки, сила 100%. Надеюсь, этого хватит. Да! Вот, прямое попадание в Рэмбо. Вот, правда. Вот, мусорный бак сам по себе мало наносит повреждения, но мусор, который из него вывалится, он больше наносит повреждения. Итак, давайте-ка я метну. Еще поднял угол атаки, 26 градусов. Вот, как-то так. По-моему, Рэмбо уничтожен. Да, нам осталось только его добить. Нам осталось его добить. Итак, я метаю вот те же 26 градусов. Сила 100%. Удалось его поразить. И бомж давит его мусорным бачком. Да, это бруталити. Вот, супер. Ну что ж, то, что хотел я сегодня вам показал. У меня осталось еще несколько ваших команд. Я приберег для следующего видео составы от подписчиков. Ну а вы, тем не менее, пишите в отзывах, комментариях свои составы. Кого из героев вы хотите увидеть в следующем видео. Я с удовольствием это сделаю. Итак, давайте-ка я пройдусь по героям. Итак, у меня доступен это вот зеленая стрела, склес в скафандре, вот Рэмбо, Патимастер, еще девушка-индюшка, спортсмен, вот девушка-геймер, картежник, мальчик-майнкрафт, инвестор, вот как-то неудачно прокручивается. Вот китаец с петардной ракетой, девушка-херли-квинн, вот прокачанный дровосек, вот девушка-авиатор, американский президент, вот кто там у нас дальше идет, ведьма, вот и так как-то неукратно прокручивается. Вот дальше идет торт прокачанный, ледяной лорд прокачанный, король уже, вот девятихвостого вы лиса видели. Вот терминатор Т-666, вот бомжа вы видели, кроме того есть герой-акула, опять же улучшенный герой, анонимус, кроме того есть это у нас пожарник, розовый инопланетянин, тыквоголовый, вот маэстро-химик, кореец Чан Юн Кинг, который метает забавного единорога, спартаковец Леонид, мим с багетом, вот еще у нас безумный май, который мы прокачали. Вот доктор Фернандо, и да, одноклассники, которые метают спиннер, удалось купить эти герои, что конечно же здорово. Кроме того есть герой Джим, инопланетянин, герой Ю, вот кстати инопланетянина мы тоже уже с вами прокачали несколько видео назад до довольно-таки крутого персонажа. Вот забавный чернокожий герой, вот король осьминога, кстати друзья за этого героя тоже написал один из подписчиков, Дэдпул, вот этого героя кстати тоже писали подписчики, вот рыбак, горняк, это у нас хипстер, вот еще вот какой-то эльф, вот вампир, любовный полицейский, и да, самая интересная девушка, Бетти метает арбузы, Пенни с щенков, а Барбара кошатница котиков, бабуля, вот кроме того вот есть дедуля чернокожий Руфус, человек-кот, еще есть забавный герой, это у нас Дональд Дэ, вот обезьян с бочкой вы сегодня видели, кроме того есть Джеймс, вот такой вот маньяк, и вот Клаус, Санта-Клаус, он же какой-то Дед Мороз, ну непонятный герой. Итак, космический король, рыцарь, рестлера сегодня вы видели, мы этим сражались с героем, кроме того есть мужичок с монтировкой, темный маг, вы его видели, кроме того есть еще футболист, который метает взрывчатку, и серфер, вот который катается. Что ж, друзья, вот показал все герои, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео, вот. Стоит ли снимать продолжение со стаями от подписчиков, я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариям, ну и конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. И да, друзья, кроме того, кого из героев, брать в следующем видео составы от подписчиков, пишите свои составы, и кого вы хотите увидеть в битве с зомби, я тоже сниму отдельное видео. Ну, по-моему, все, всем пока, до новых встреч.